Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как же можно сохранить посадочный материал примулы до момента высадки в грунт. Примула это очень холодостойкое растение. Одно из самых первых. Оно выходит весной из зимней спячки и одно из первых начинает цвести. У меня в саду примулы все выращенные из семян, но с мелкозубчатой у меня как-то не получается. Поэтому в этом сезоне я решила приобрести посадочный материал. Взяла два вот таких сорта. Белая и рубин. Такая насыщенная, розовая. Продают этот посадочный материал вот в таких вот пакетах. Я, принеся домой, поместила в другие пакеты эту примулу. Видите, вот такие горшочки, мешочки плотные в полиэтилен. И засыпала торфом. Вот эти листочки, которые повреждены, их нужно срезать. Они здесь совершенно не нужны. Аккуратненько их все удаляем. Чтобы примула начала уже наращивать новые свежие листочки. Но вот это вот можно оставить. Хотя вот тут тоже поврежденный листик. И вот здесь еще засохший. Так, то есть вот это вот все ненужное мы убрали. Вот она стала значительно приятнее, опрятнее. Самый главный момент. Видите, у меня мешочки завязаны. Грунт не высыхает, так как, ну, в общем-то, тут все равно влажность есть. И ни в коем случае, вот очень важный момент, ни в коем случае мы не поливаем этот грунт. Мы взяли грунт покупной. Он слегка влажный. И вот за счет того, что мы прикрыли вот эту поверхность, с которой может испаряться влага, у нас, в общем-то, примула довольно-таки долго может находиться в этом горшочке. В горшочке-мешочке, да, в котором мы храним ее. Вот примула белая. Вы видите, она у меня уже дома расцветает. Стоят эти примулы у меня, по-моему, 4 или 5 дней. Ну, вот никак не могла снять ролик, все времени нет показать. И очень жаль, что не показала, какая вот эта была примула. То есть, вот этих цветочков здесь не было. Она у меня была, ну, в таком, вот эти вот бутончики были в зачатковом таком состоянии. Вот, ну, буквально за 4 дня, как вы видите, вот такая вот красота у меня уже. Так, кроме того, что ни в коем случае грунт не поливаем, мы должны поставить этот посадочный материал не на солнечное место. У меня эта примула стоит на северной стороне на подоконнике, и там приоткрыто окно. Примула должна храниться в прохладном месте и не солнечном. Обязательно, обязательное условие при хранении посадочного материала, чтобы солнце на примулу не попадало. Если у вас только южная сторона, то, наверное, лучше вывести в теплицу вот эту примулу. Также поместив в мешочки, можно прикопать немножко в грунте. В теплицах уже сейчас все равно можно прикопать. И до уже высадки в грунт, чтобы она находилась в теплице. Также желательно ее поставить на более северную сторону, либо чем-то притянить. То есть можно поставить какой-то кусок фанеры или картона, не закрывать полностью, но одну сторону, с которой стороны поступает больше солнца, притянить, чтобы тень падала на вот этот посадочный материал. Ну и также не нужно поливать. Грунт достаточно влажный сейчас в теплицах, то есть поливом не увлекаемся. Ну и затем, когда мы высаживаем в сад эту примулу, мы, конечно, также для нее должны выбирать не солнечное место. Примула любит полутень, либо совсем теневое место. И я даже хочу сказать, что у меня примула очень хорошо разрастается. Вот каждый год планирую показать ее и не успеваю показать. Все некогда, нет времени снять ее. Примула, хочу сказать, зацветает у нас ранней весной, и второй раз она цветет уже ближе к осени, во второй половине лета. То есть дважды она цветет. И так ориентировочно через 3-4 года этот кустик можно будет делить, так как она очень быстро разрастается при правильном уходе. И очень быстро можно размножить. Если вы даже взяли по одному кустику, приобрели посадочный материал, то через 3-4 года вы уже можете наделить достаточно большое количество вот этих вот деленочек. В общем, все на этом. Я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Не опасайтесь покупать посадочный материал примулы. Я знаю, что многие просто боятся приобретать этот посадочный материал, так как не знают, как его сохранить. Сохранить очень просто. Я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.